Мода не просто выражает вкусы персонажа, но рассказывает об истории мира, его социальном устройстве, отношениях к героям и тех эмоциях, о которых люди не всегда расскажут в открытую. В этом видео подробно разберем, как одеты персонажи обеих частей Dishonored и, если вам зайдет тема, обязательно пишите в комментариях, мы сделаем подобного еще. С вами Алексей Луцай, сценарий подготовила Даша Блинова, а смонтировал все Игорь Максимов. И давайте уже начинать. Arkane искали вдохновение не в играх или фильмах, а в живописи и иллюстрациях. Дизайнеры хотели заставить игрока поверить, будто он смотрит на холст, а не в монитор экрана, в том числе из-за этого в игре используется вид от первого лица. Это решение во многом определило стилистику игры, окружение словно написано маслом с характерными фактурами и цветом. Виктор Антонов, занимавшийся визуальной составляющей игры, начинал карьеру с промышленного дизайна и вот что он говорит о референсе. Инженеры не могут изобразить живой город лучше, чем художник или писатель, и именно поэтому мы обращаемся к последним. Я вдохновляюсь известными американскими иллюстраторами 40-х годов Дином Корнеллом и Джозефом Лейндеккером, которые были настоящими художниками. Они делали обложки для приключенческих романов золотой век иллюстрации, когда обложки книг рисовались от руки. А нам как раз нужны были слегка преувеличенные персонажи, необычные костюмы вроде тех, что можно увидеть на иллюстрациях книжкам про пиратов. Американский иллюстратор Джозеф Кристиан Лейндеккер во всех своих работах уделял большое внимание силуэтам персонажей. Он умел показать, как вес ткани и ее толщина создают на ней складки, как один и тот же костюм будет по-разному выглядеть на людях с разным строением тела. Разработчики также обратились к исследованиям британских типажей, чтобы максимально точно передать характер персонажей. При этом к анатомической точности они не стремились, а наоборот утрировали тела персонажей в зависимости от их профессии или социального статуса. Арт-директор игры Себастьян Миттен приводил в пример старые голливудские фильмы. Когда в этих фильмах на экране появлялся пап, зритель сразу понимал, кто есть кто. Вот этот парень мясник, этот почтальон, там сидит банкир, за ним офисный работник, водитель и так далее. Комплекция и язык тела очень важны для раскрытия характеров, поэтому разработчики позволяли себе, например, удлинять руки или утолщать голени. Это помогало безошибочно определять, кто именно перед вами. В Dishonored общество разделено на социальные классы и группировки, и такая идентификация социального положения по профессии отлично подходит миру игры. Богатые или бедные, стражи или банда стенателей. Внешность и костюм каждого действующего лица напрямую зависят от того, где и как он живет. И чтобы воплотить эти визуальные образы, разработчики опирались на наборы из нескольких ключевых слов. Работая над персонажем вроде Эмили, мы должны знать всю ее историю, характер, даже увлечение. Но на мета уровне, как разработчики игры, мы должны были определиться с базовыми образами. Для Эмили это Даунволл, Императрица, Ассасин. Dishonored рассчитана на скрытное прохождение, и дизайн костюмов работает на это. На герои маска, шарф, чтобы скрывать лицо, у НПС чистые, хорошо читаемые силуэты. А также героям приходится скрывать метку чужого, Эмили перевязывает руку полоской ткани, как медицинским бинтом, а у Корва крой рубашки предполагает отстегивающийся манжет с застежкой, которым можно обернуть руку. Причем вдохновить на облик персонажа могла какая-то незначительная вещь, попавшая на глаза художнику. Так, за прототип взрослые Эмили взяли публикацию в журнале Vogue. Арт-директор Себастьян Миттон увидел фотомодели Рабби Олдридж с показа Дома Мода Селин. Бум, и мы нашли направление работы, вспоминает Миттон. Кстати, прическа и архитектурный крой пальто сохранились вплоть до финальной версии игры. Креативным директором Селина на тот момент была дизайнер Фиби Файло. Ее идеология отлично сочеталась с образом героини Dishonored, которая хочет скрыться от посторонних глаз. Я не буду даже пытаться описать своего клиента. Я думаю, ей бы хотелось остаться анонимной, и я стараюсь сделать одежду, которая поможет ей в этом. Кроме того, в детализации образа помогли работы бренда Инейсы. У них Аркейн подчеркнули знания о технической стороне создания пальто и жакетов, и о том, как важно сохранять четкость линии и гармонию. Одежда Эмили удобна и сдержана, никаких корсетов и многослойных юбок, обилие украшений или пестрых цветов. Многое в образе унаследовано от матери. Джессамина тоже полагалась на практичность. Приталенный силуэт создавал строгость, но не сковывал движение. С другой стороны, Джессамина таким образом принимала мужской стиль, потому что он в любом случае ближе к пониманию власти в этом мире. А знаком отличия и принадлежности к власти в образе Эмили служит шарф с золотым тиснением. Он дань ранним концептам Корво, когда вместо маски еще планировалась бандана. Такая вот глубокая работа с референсами. Кстати, мы научим, как делать подобное на нашем курсе по концепт-арту, если что, ссылка со всеми подробностями в описании. А теперь чуть подробнее о связи сеттинга и костюма. Когда я проводил исследование в Лондоне, я изучал статьи о первой чуме около 1300 года. Это казалось слишком далеким, да и у меня небольшая аллергия на все, что связано со средневековыми фантазиями. Затем я наткнулся на период Великого Огня, который опустошил Лондон в 1666 году. Но костюмы того времени были просто смешными. Чаще всего мир дизонора сравнивают с Англией 18-19 веков. В ту эпоху внешний вид человека строго регулировался общественными правилами или даже законами. По одному взгляду на одежду человека можно было легко понять, к какому кругу он принадлежит. Не только по дороговизне ткани, но и по фасону. Аристократы будут одеты в полный комплект. Рубашку, жилет, пиджак даже при невыносимой жаре. А рабочий снимет или как-то застегнет, закатает рубашку, обнажая загар. Взрослые мужчины из знати до 19 века не носили длинных дощиколотых брюк. Но зато этот фасон был популярен среди рабочих и моряков. Революционеры из буржуазии, устроившие Великую Французскую Революцию, называли себя санкюлотами, что в переводе с французского означало «без кюлотов». Кюлоты — это такие штаны до колена, которые носили аристократы-угнетатели. Правда, в эти каноничные бриджи в дизонород одеты разве что братья-аристократы Пендлтон. Но в целом у антагонистов очень часто брюки заправлены в высокие сапоги и напоминают шаровары, что по сути тот же укороченный фасон. Действие игры разворачивается в островной империи, экономика которой основана на добыче китового жира. Себастьян Миттен рассказывает, что прототипом Даунула были Лондон и Эдинбург, а костюмы повторяют форму британского флота. И морская тематика с ее званиями, рангами отлично подходит к разнообразию социальных классов столицы Даунула. В игре огромное количество вариаций камзолов и мундиров. Климат прибрежных городов диктует свою моду и близость к воде отражается в деталях одежды. На официальном сайте Bethesda есть руководство по косплею, в нем упоминается, что запонки чужого изготовлены из опала в форме глаз осьминога, а на куртке Билли Лерк вместо пуговиц рыболовные крючки. О прямой связи героев и среды, в которой они живут, говорит и ведущий концепт-художник второй части Жан-Люк Мане. Дух викторианской эпохи, которым была пропитана первая игра, никуда не делся, хотя действие на сей раз происходит на юге, так что ткани стали легче, а цвета ярче. В игре вы отчетливо увидите признаки еще не завершившейся промышленной революции. Стилизация одежды под морскую униформу также помогла упростить процесс симуляции ткани. Графичные костюмы анимировать проще, нежели многослойные юбки, которые колышутся от любого движения, поэтому в штанах и пиджаках ходят и мужчины, и женщины. Маленькая Эмили одета в мини-версию костюма тройки, а сестры Бойл носят скромные жакеты с брюками, отличающиеся лишь цветом. А даже там, где ожидаешь каноничной красоты и сексуальности, строгие формы, как в супрематизме. Возможно, это наглядно описывает этот мир как более мужской. Причем одежда рассказывает многое о людях даже из одной прослойки социума. Как пример различия во внешности Джиндаша и Стилтона. Сразу понятно, кто считал себя лучше других благодаря своему интеллекту, а кто много работал физически и воспитывался в труде. Самое яркое проявление характера в одежде у Делайлы. Чтобы придать ей викторианскости и подчеркнуть сложную нервозную личность, она носит корсет наружу. Делайла замкнутая женщина, очень замученный человек. Это одна из причин, почему ее одежда такая театральная и драматичная. У нее есть потребность выразить, что она прошла через многое и ее жизнь имеет значение. И ее образ вообще поменялся от первого появления ко второму. Оттенки одежды потускнели, силуэт сдулся, став более точенным, корни, покрывающие ее тело, затянулись туже. А символизм, присущий ее магическому происхождению и воинственный настрой, выражены в верхней части одежды. Цветы, ранее разбросанные, хаотично по всему пиджаку скопились у шеи, а корни образовали острые углова, плечи. Сам пиджак резко укоротился и стал напоминать наплечники для хоккея или регби. То есть одежда, которая раньше выполняла функцию украшения, стала броней. Еще через одежду можно прочитать историю человека, например, старая ветошь. В прошлом богатая женщина из знатной семьи, а теперь нищая и бездомная. Ее верхняя одежда напоминает классическую куртку Norfolk. Название Norfolk происходит от создателя куртки английского лорда Norfolk, который очень любил охоту на уток. Клетчатая куртка длиной до бедер не сковывала движения, а широкие карманы со складками и клапанами позволяли взять с собой необходимые предметы для охоты. Такую куртку носили и с брюками до щиколотки, и с кожными гетрами. Высокий воротник, не характерный для такого типа курток, служит напоминанием о былой роскоши. Такие веерообразные воротнички популяризировала королева Мария Медичи. Такой воротник не нес в себе никакой функции, кроме демонстрации дорогого кружева. И подобное хвостовство – признак стромодных вкусов ветоша. Так, например, у императрицы Джессамины тоже воротник стойка, но он гораздо меньше и аккуратнее. О социальном положении говорят не только фасон или дороговизна ткани, но и цвет. Публичный дом «Золотая кошка» неспроста носит именно такое название. С одной стороны, золото – символ богатства, но если разбавить насыщенный золотой цвет, он превращается в бледный грязный оттенок желтого и ассоциируется уже с болезнью, сумасшествием, с чем-то поношенным. Исторически проституток помечали именно желтым – лентой, платком, валью или целым плащом. А в классической живописи желтые цвета и даже фрукты иногда намекали на похоть. Например, у Герарда Терброха есть картина «Бокал лимонада». Часто ее трактуют так, будто заботливый юноша делает для девушки витаминный напиток. Но на самом деле сюжет картины скорее о том, как вот эта бабуля сводит клиента с элитной проституткой. Тут и кровать, и поза старухи, которая вот-вот уйдет, и туалетный столик, и атласная желтая одежда, и в целом символизм лимона и вообще цитрусовых голландской живописи, которые частенько использовали в подобных сюжетах. А вообще причина негативного отношения к этому цвету кроется в процессе получения красителя. До изобретения искусственных красителей настоящий желтый цвет получали из шафрана. И так как это дорогостоящий ингредиент, и его требовалось много, благородный золотой было, ну, сложновато достать. Большинство людей не могло себе его позволить, а недостаток красителя давал грязные оттенки. И в игре бордельные девушки носят пожелтевшие вещи. Застиранное белье и потекший макияж без слов дают игроку понять, в каких условиях они живут. В дизайн одежды закладывают много смыслов, которые не всегда будут очевидны. Но в этом и прелесть неприметных деталей. В совокупности они составляют атмосферу игры. Если ваш арт-директор родом из династии итальянских портных и модельеров, который рос под стук швейных машин, вы постараетесь, чтобы каждый персонаж вашей игры был одет как полагается. Нас вдохновляет преданность портных своему ремеслу. Мы работаем с другими материалами, но суть остается той же. В центре всегда персонаж, фигура и ткань. Такая вот история. Пишите, если хотите послушать про моду в других играх, да и в целом вспомните в комментариях самые стильные игры. Ну, конечно, на ваш взгляд. И если не сложно, проявляйте активность, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, потому что нам важно наращивать комьюнити и делать для вас больше контента. А тем, кому контента недостаточно, по ссылкам в описании переходите в наш паблик или телеграм-канал, где каждый день выходит контент о геймдеве и кино. Еще у нас есть канал XYZ Live, где проходят разные стримы с гостями из индустрии. Ну и, конечно же, наши курсы. В тему этого ролика, например, по концепт-арту, там научатся создавать классные визуальные образы, от подбора референсов до технического воплощения самыми разными инструментами. А совсем недавно мы запустили курс по Hard Surface. Он для тех, кто уже что-то моделил, но хочет научиться делать вещи посложнее. Вроде ничего не забыл. С вами был Алексей Луцай, Даша Блинова и Игорь Максимов. Давайте до следующего ролика. Пока!